Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 16 главу. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галацких. В первый день недели каждый из вас, пусть отлагает у себя, избегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же я приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Такими словами апостол Павел завершает первое послание Коринфской церкви, 16 глава. В ней содержится, в этом послании, в нем содержится 16 глав. И мы видим, что здесь он переходит теперь уже к такому вопросу, второстепенному, но немаловажному вопросу о пожертвованиях. Так и начинает. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галацких. Мы с вами говорили о том, что апостол Павел касался уже этой темы в послании к Коринфянам, 6-7 глава, где он говорил о том, что благовествующий питается от благовестия. И здесь мы видим, что он напоминает, как я установил в галацких церквях, зачем он так говорит, что в галацких. Здесь апостол Павел прибегает к такому очень мудрому принципу, видя в Коринфянах такое соперничество, которое они направили не в ту сторону. Помните, о котором мы говорили, как они возвышались, у кого дар больше, кто языками говорит, иностранными, и еще там прочие дары, особенно иностранный язык, они возвышали, так что впали в такое заблуждение, в которое сегодня, как мы с вами говорили на прошлых лекциях, впадают на опендесятники, вот это вот ложное голосолалие. Но здесь апостол Павел желает направить в них их соперничество в другую сторону. Он как бы говорит, вот в галацких церквях я уже установил, пусть будет и у вас, чтобы они подумали, а в галате это уже установлено так, и мы должны позаботиться. Для чего? Чтобы творить дело милосердия на созидание церкви Божией. И мы видим, что он говорит, что в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя, сколько ему позволит ему состояние. Почему так? И потом говорит, чтобы не было сборов, когда я приду. Для того, чтобы посвятить, как бы говорит апостол Павел, мой приход тому наставлению, тем назиданием, с намерением которым я и пришел к вам, и прихожу к вам, а не чтобы вы суетились и бегали, собирали пожертвования и уделяли времени именно этому. То есть сделайте все заранее. Очень важная, кстати, подсказка очень часто бывает так, что когда мы с вами идем по городу, особенно те люди, которые слышат слова Спасителя в Нагорной проповеди, будьте милосердны, как Отец ваш Небесный, или как звучит эта заповедь, блажены милостивые, ибо они помилованы будут. И действительно, кто эти слова слышит, хорошо у себя отлагать заранее. Иду я, например, на улицу. Не так, чтобы, как обычно у нас получается, просит у нас какой-то человек милостивный, но мы, конечно, пробегаем, потому что нам надо куда-то там залазить в свой кошелек, доставать сумку, что-то там выбирать и копаться, и мы оправдываем себя часто этой мыслью. Ну что это я буду сейчас тут докопаться, там доставать? Вот чтобы не оправдывать себя этой мыслью, есть очень хороший совет, который когда-то дали и мне. Заранее класть в карман то, что ты думаешь, если вдруг встретится человек, просящий у тебя, чтобы это было уже заранее тобой приготовлено. Снова вспомню заповедь Божия. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Ведь мы же просим у Господа, Господи, помилуй, и ждем, что Господь помилует нас, и пошлет нам свою милость, несмотря за все наши погрешения. Так будем же подражать тогда и Ему. Как сказано, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Более того, касается тех сборов, о которых здесь апостол Павел говорит, пожертвований на Церковь Божию. Тоже хорошо бы не просто так думать, когда уже выхожу из храма, вижу, где у нас там стоят ящики пожертвований на строительство храма, или пожертвований на миссионерскую школу, или еще на воскресную школу заранее все отлагать. Это у меня будет на воскресную школу, это я вот положу на строительство храма. Вот эта вот часть, как апостол Павел здесь и пишет, каждый пусть отлагает себя, сколько позволяет ему. То есть вот эти вот заранее приготовления сделать, чтобы не суетиться, не лазать по карманам там, или там, как кричит, там валик, где моя там сумка. И тут уже начинается суета, начинают все искать сумку в храме, валену там, валену полезу там. Вот лучше все сделать, как апостол здесь советует. Когда же придут, у которых вы изберете, тех отправлю с письмами. О чем здесь речь? В Иерусалим. Тогда центральная такая, если кафедра, и вообще самая древняя кафедра, это кафедра юрсалимская. Некоторые путают и думают, что римская. Это неправда и неправильно. Это самая древняя кафедра юрсалимская, и об этом сказано в книге «Деяния апостолов». Именно там в 52-м году по Рождеству Христову состоялся первый апостольский собор, юрсалимский собор. И если мы посмотрим внимательно, как апостолы совершали свои миссионерские путешествия, то увидим, что, проходя те или иные церкви, общины, которые они создавали, и также апостол Павел, апостол Петр, Яков, Варфоломей и прочие апостолы, мы видим, что они, пройдя там, 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 опять возвращались в Иерусалим, опять пройдя туда-туда и обратный путь. Не обязательно он был, и чаще всего, был не такой же, как они шли, например, туда, куда-то, скажем, апостол Павел, там, в тот же Коринф, да, а возвращался он немножко другими приториями. То есть они посещали сначала те общины, которые они уже создали, укрепляли их в вере, а потом возвращались уже с миссионерской целью. И для этого, конечно, им нужны были определенные средства, которые они могли донести до Иерусалима. Там был как бы центр такой, как сказали бы сегодня, фонд. Да, откуда потом апостолы, направляясь в какие-либо пути, им из этого выделялись средства, которые были собраны, и чтобы им можно было преодолевать немалые, скажем, расстояния. Как вот, например, скажем, апостол Андрей, первозванный. Есть сегодня сведения, когда был открыт шелковый путь, что он дошел чуть ли не до горы Урала. Это удивительно, но сведения есть, и сомнения уже мало у кого остались. А как он доходил до Урала, или как он в эти такие дремучие места мог пройти? По рекам. Реки это были действительно тогда дороги. А в этих лесах жили, например, мученик Кукша, который из Киево-Печерской лавры. Его же недорого от города Ценска, его там убили, и там людоеды жили. В общем-то, как они могли дойти так далеко? А здесь вопрос очевиден. У них были средства. Туда, если был шелковый путь, то оттуда возили очень дорогие товары. А где идет дорогой товар и караван, там есть что? Охрана. И причем очень хорошая охрана. Плохих охранников нанимать не будут. И эта охрана, конечно, была не дешевой. Поэтому апостолы, они шли с этими караванами, проповедовали слово Божие под охраной. И, конечно, они должны были что-то за свое тоже такое сопровождение платить. Поэтому это было понятно и очевидно. И апостол так и пишет. И далее продолжает. «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду». Теперь он говорит о намерении побыть некоторое время у коринфин. И, видите, даже не случайно он говорит о том, что, возможно, и перезимую. Мы помним, как строго он обращался к коринфянам в первых словах, когда неправильно понимали дары Святого Духа. Но в то же время и смягчал свой тон, потому что мы знаем, что именно коринфская община была образована апостолом Павлом полтора года. Он там трудился и собрал эту общину на очень важном миссионерском стратегическом пути. Это 6,5 километров город Коринф между Игейскими и Ионическими морями. Город большой миграции, где была первая железная дорога. Люди снували туда, с товарами туда-обратно. Для чего апостол Павел выбирает такое географическое, стратегическое место? По причине той, чтобы исполнить заповедь Божию. Какую? Идите даже до края земли. «Ибо я не хочу, как он пишет далее, видеться с вами теперь мимоходом, а, надеюсь, пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит». Это важное замечание, которое часто мы с вами произносим и в нашей речи, как говорим, что «ну, будешь там-то, там-то, или сделаешь что-то только». Мы говорим «ну, если Господь позволит». Это, на самом деле, слово не нами придумано. Мы видим, что мы, на самом деле, здесь цитируем апостола Павла. 1 Коринфянам, 16 глава, 7 стих. Апостол так и говорит. «Если Господь позволит, и буду жив еще». Как мы говорим, это уже у апостола Иакова. То есть, когда мы с вами читаем Священное Писание, мы замечаем, что очень многие наши выражения, которые мы употребляем в нашем таком православном обиходе, мы даже иногда и не задумываемся, думаем, ну, может быть, они просто как-то там возникли сами собой, но, вчитываясь в слова Священного Писания, мы понимаем, что, в общем-то, в некой мере мы исполняем даже здесь и такое вот предписание Божие. Говорит ли кто? Говори, как Слово Божие. «В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверстое – великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Мы видим, что апостол Павел здесь говорит, «Для меня отверстое – великая дверь, широкая дверь». Что это за дверь? То есть он говорит, что многие, и дальше говорит, противников много, многие ищут души моей. То есть дверь в Царстве Божие. Она уже отверсто, и много противников. Но печется не о себе, но видим теперь о ком. О своем преемнике, епископе Тимофея, которого он посылает в этот город. Зачем он посылает его в Каринф? Дело в том, что дальше речь будет об Аполлосе. На самом деле Аполлос был епископом города Каринфа. Но когда начались вот эти нестроения, помните, с чего начинает это послание апостол Павел, что они там даже не только в дарах спорили, кто из них больше, да, а также один говорил, «Я Аполлосов, я Павлов» и прочее. А апостол Павел говорит, «Слава Богу, что я вас никого не крестил». И потом у них также там начинался такой спор, что они даже входили и судились в судах у неверных, за что их апостол обличает. Он говорит, есть у вас церковный суд, есть у вас епископы. И поэтому на некоторое время, видя эту распорю, и та, в общем-то, такая вот скандал, который начался в Каринфской церкви, Аполлос, видя все, что его просто не слышит, он как бы на некоторое время удалился в затвор. И поэтому апостол здесь посылает молодого Тимофея и говорит им о том, чтобы они его не пренебрегали. Поэтому предупреждает, что я еще и приду, и еще и поживу у вас, да, вот так об этом говорит. Апостол Павел, они, конечно, ну, немножко, так скажем, побаивались, потому что он был основателем этого, он был в большом авторитете для них, как он и говорит, так, да, ну, так это слово можно выбрать, он так и говорит, что для кого-то я не апостол, но для вас я точно апостол. Поэтому он так и говорит здесь же, что я родил вас благовествованием святым. Помните, 4 глава, 15 стих. Он говорит, много у вас наставников, но не все у вас отцы. Я родил вас благовествованием. «Посему никто не пренебрегая его, пишет он у Тимофея, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». То есть, когда будет возвращаться. И далее. «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам». Видите, он удалился тогда. «Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Опять призыва апостола Павла, и вот как он завершает этот призыв, 14 стихом. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас добудет с любовью». Не делайте ничего по своим каким-то прихотям, похотям, или даже измышлениям, что что-то помимо заповеди Божьей может быть для нас лучше. Никогда этого лучше быть не может. Потому что самые даже благие на первый час намерения, но если они мимо Христа, мимо исполнения заповедей Божьей, это все известно, куда такими намерениями стелится дорожка. Да, можно сказать, куда в ад. Ну а что такое ад? Сущая пустота. В пустоту. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему, и трудящимся». Здесь он уже подчеркивает особый подвиг семейства Стефаново в вере и просит Коринфян, чтобы они таких почитали. «Будьте и вы почтительны к таковым». Видите, как и пишет. «Ко всякому содействующему, трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната, Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили». Почитайте таковых. Это были проповедники Слова Божия, о которых апостол Павел неоднократно говорит, что некоторые стражались, а одни даже до крови. «Также и о себе, — говорит апостол, — ибо они мой и наш дух успокоили, почитайте таковых, приветствуют вас церкви осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церкви». Но здесь, если совсем несколько слов остановиться к 17 стиху, апостол говорит, «Стефана, Фортуната и Ахаика, они восполнили для меня отсутствие», и говорит, «почитайте таковых». Вот здесь еще одно такое упоминание о том, почему мы почитаем святых. «Как сказано, взирая на кончину их жизни, говорит апостол Павел также, подражайте вере их». То есть, почитание святых, тех людей, которые наследовали Царствие Божие, это еще и образец нашей веры земной. Образец для чего? Для того, чтобы достигнуть того, чего достигли они. Чего же они достигли? Святости. Жизни по Евангелию. Жизни по заповедям Божьим. Поэтому, апостол, снова и снова повторю эти слова. Так и призываю. «Подражайте мне, как я Христу, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Далее теперь апостол передает приветствие церквям, осийским, приветствует вас от церквей усердного Господя Акилой Прискилла с домашней их церковью, известной нам из книги «Деяния апостолов». Мы с вами говорили о них, действительно ревностных, проповеднику Слову Божия. «Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлова приветствие собственноручное». Здесь апостол Павел подписывается под своим посланием. И далее звучит его грозное предупреждение. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема марнофа». То есть тот человек сам себя проклял и отлучил от Бога. «Благодаря Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Такое послание апостола Павла, 16 глав, первое соборное послание, мы с вами рассмотрели. Действительно, наполнено наставлением, назиданием. Мы видели, что самые первые главы апостол видел в Коринфской церкви вот эти распри, соперничество, кто у них главный, кто кого крестил, что они даже по этому поводу, по каким-то другим моментам ходили и судились в суды светские, скажем так, мирские суды, не имеющие никакого отношения к церкви. Далее там был один развратитель, как мы видели, апостол Павел очень строго наставляет и говорит, что с таким даже и не есть вместе. В дальнейшем апостол уделяет много внимания тому, что благовестник питается от благовестия, чтобы не было в этом отношении какое-либо осуждение или пренебрежение, а наоборот, в чем утверждается эта мысль уже в конце послания, всякое почитание. Далее апостол Павел предостерегал Коринфскую церковь от соперничества в дарах духовных и, как мы видели сегодня, дает им другой, так скажем, если хотите, мотивацию соперничества для того, чтобы они опережали друг друга в делах милосердия и приводит здесь примеры святых, которым необходимо подражать, так и говорит, что они почитайте таковых и, как мы видим в завершении, он передает приветствие от всех церквях, подчеркивая особенно образ действительно православных святых и православных ревнителей, скажем так, христиан-ревнителей, ортодоксов, православных ревнителей, это слово встречается уже в греческом языке, в некоторых свитках, в пишито-отрывках, он укрепляет церковь Коринфскую и в то же время и нас, как православных христиан, и грозно предупреждает, как снова и снова скажу, что кто не любит Господа Иисуса Христа, а что такое любовь к Богу? Любовь к Богу есть исполнение Его святых заповедей, как Он Сам Спаситель говорит, если любите Меня, исполните заповеди Мои. Поэтому здесь апостол говорит, кто не любит в 22 стихе Господа Иисуса Христа, анафема Арнафа, то есть действительно человек, который живет беззаконно, а кто первый беззаконник? Дьявол, значит, он подражает дьяволу, он проклят. Ну, тот, кто служит ему, тот попадает под одно, скажем так, воздаяние и с ним. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Такими словами завершается послание апостола Павла в Каримской церкви.